Здравствуйте, меня зовут Дарья, я мастер декоративно-прикладного искусства. Сегодня я расскажу и покажу, как сделать вот такого замечательного травянчика. Для работы нам с вами понадобится кусок капронового чулка. Также из капрона я нарезала вот такие вот шнурочки, чтобы нам перетяжки делать. Семена газонной травы. Также потребуются, конечно, опилочки. Для украшения нашего травянчика нам потребуются пластиковые глазки. Приклеивать можно их на момент, только берите прозрачный момент. Мы будем работать клеевым пистолетом, это будет быстрее и надежнее. Также нам понадобятся либо акриловые краски или перманентный маркер. И для украшения будем использовать различные нитки и веревочки. Итак, приступим к работе. Для начала нам надо кусочек нашего капрона с одной стороны завязать. Кончики шнурка надо будет обрезать и немножко подрезать кончик, который у нас здесь получился. Вот так у нас получилось. И теперь нам надо вывернуть наш чулочек. Вот таким вот образом. Теперь мы насыпаем семена нашей травы. Ты насыпала семена травы. И теперь нам сверху надо насыпать опилочки. Насыпаем опилочки. Хорошо утрамбовываем, чтобы у нас получилась кругленькая голова. Вот я набила столько опилок. И прежде чем перетянуть шею, мы формируем носик. Смотрите, с какой вам стороны больше нравится голова вашего травянчика. Подделяем часть опилок. И формируем шарик. Я затянула носик и кончики шнурков мы также обрезаем. Когда готов наш носик, мы еще раз смотрим, чтобы голова была кругленькой формы. Если не хватает опилок, то можно еще поднабить. Примерно вот так. Теперь надо насыпать немножко опилок, чтобы у нас получилась шея. И перетянуть шнурочком. Насыпала я опилочек. Беру шнурочек и формирую шею. Концы шнурка также обрезаем. И продолжаем набивать нашего травянчика. Вот такой травянчик у нас в итоге получился. Плотненько набили его опилками. И сейчас наша задача сформировать ему ручки и ножки таким же образом, как мы делали носик. Вот таким образом сформировали мы ручки. Теперь наша задача утрамбовать опилочки и завязать снизу. И таким образом, как ручки, формируем внизу ножки. Таким образом у нас получились ножки. И немножко опилочки мы по трамбову распределим, чтобы травянчик у нас сидел. Теперь мы приклеим нашему травянчику глаза. Для удобства я своего травянчика положу. Примерю примерно где у меня будет на глазке. Клево-пистолет заранее разогрели. Приступаем. Глазки мы приклеили. И теперь берем перманентный маркер или краски. Рисуем нашему травянчику бровки и улыбающийся ротик. Вот так вот у нас получилось. Наш травянчик улыбается. И мы решили сделать ему еще украшение. Я взяла нитку. Несколько сложений. На кончик мы завязали узелочки. И это будет шарфик. И я его обмотаю вокруг шеи. Завязываем узелочек. Ну что, наш травянчик готов. Берем нашего получившегося травянчика. Сажаем его обязательно в поддончик или в тарелочку, чтобы можно было поливать. Поливаем и ждем чудо. Замечательного нашего травянчика. Обязательно сажаем на тарелочку или поддончик, чтобы можно было его поливать. Поливаем и ждем чудо. Чудо свершилось! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова